За 10 лет количество детей, находящихся в социально опасном положении, в регионе уменьшилось на треть. СОП в последнее время довольно известная аббревиатура. Фраза «семью поставили в СОП» на первый взгляд звучит пугающе и малопонятно. Что значит это социально опасное положение? Кто туда попадает и как этого избежать? Наш корреспондент Марина Джалая пообщалась со специалистами и гомельскими семьями и готова поделиться полученной информацией. Пока готовился этот материал, в интернете то и дело появлялись очередные сообщения о ЧП с детьми. В Минске, например, пятилетнего малыша оставили дома одного, а он испугался и хотел выйти вслед за мамой. Входная дверь была закрыта, а ребенок открыл окно и выпал с высоты седьмого этажа. Тут был счастливый финал. Прохожие поймали малыша на одеяло, и он остался жив. А сколько случаев, когда рядом никого нет? О чем думают родители, оставляя таких маленьких в одиночестве? Смерть – дело секунды. Так вот, ОСОП. Цель постановки в социально опасное положение – стремление защитить детей, сохранить их здоровье и жизнь. Конечно, испортить можно любое благое дело. Поэтому, чтобы намерения достигли правильной цели, нужно соблюдать грамотный баланс между защитой прав ребенка и нарушением прав семьи. В Америке и многих европейских странах активно развивается ювенальная юстиция. Иногда на родители могут надеть наручники в случае, например, оставления ребенка запертым в машине. Ведь многие помнят о трагедиях, когда дети погибали в автомобилях от жары, пока мама или папа отлучали за покупками. У нас все не так строго и радикально. Нас предупреждают о том, что по недосмотру потерять смысл жизни своего малыша можно в одно мгновение. А как относится к такой профилактической мере, как постановка в СОП, гомельчане? Мнение жителей областного центра в следующем опросе. Я считаю, что государство таким образом выражает свою заботу по отношению к этим семьям и, в частности, к детям. Потому что не зря же участились эти случаи несчастные, когда дети остаются дома. Но я считаю, что во всем должна быть мера. Мы сталкивались и не собираемся сталкиваться. Я думаю, у нас все будет хорошо в этом плане. Не занимаются службы, конкретно милиция не занимается своим делом. Как-то должны приходить в школу, не знаю, проводить какие-то беседы с детьми. А требуют от того, чтобы учитель. Учитель должен учиться, а не проводить беседы. В большей степени это вынужденные меры защиты ребенка, чем какое-то ограничение их родительских прав. Если братья как росли раньше дети, то вынуждены были родители работать в поле, должны были где-то находиться. Но сейчас женщина занята не меньше, чем раньше. Ведь женщина сейчас для того, чтобы содержать семью, она тоже уходит на восьмичасовой день. Ну и как с этой позиции тоже тогда. То есть, не знаю. И кричать уже всем агулам, что ой, ребенок там один сидит три часа, и либо вышел он упал в печь сочницу, никто за ним не смотрит. Ну это определенного рода крайности. Специалисты уверяют, что если в семье все благополучно, ребенок ухожен и досмотрен, если созданы все условия для его обучения и развития, если не уходит из дома, не совершает правонарушений, то родители могут быть спокойны. СОП им не грозит. Другое дело, если имеются признаки неблагополучной или вовсе опасной для ребенка семейной ситуации. Вот такое подчеркнутое внимание со стороны государства, да, не только в нашей республике Беларусь, но и в других странах мира, вы знаете, чем обусловлено, для каждой нации молодое поколение – это святое. В моей практике был такой случай, когда в Щучинском районе одна мать, которую поставили в социально опасное положение находящуюся семью, когда встал вопрос об отобрании ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних в Щучинском райисполкоме, она просто шантажировала членов комиссии, грозила самосожжением и так далее. И комиссия проявила слабинку. И не забрали этого ребенка. В итоге она вела бродяжнический образ жизни. И в другом районе, когда этот ребенок, еще не до всех трехлетнего возраста, плакал, она его выбросила в кусты, где этот ребенок впоследствии умер. И она предстала перед судом за умышленное убийство собственного ребенка. Получается, что постановка в СОП необходима для того, чтобы избежать беды, напомнить родителям об их прямых обязанностях и о том, как важно создать для своих детей благоприятный семейный микроклимат. И, конечно, обеспечить их безопасность. Основных критериев для отнесения семьи к находящейся в социально опасном положении – шесть. Каждый сопровождается подробным объяснением. Например, оставление ребенка без присмотра или еды, физическое наказание, психическое насилие, необъяснимый пропуск занятий в школе, пьянство родителей и многое другое. Всю информацию можно легко найти в сети. Мне пришлось повидать трупы детей, мне пришлось повидать гробики детей, когда приезжаешь в деревню, населенный пункт, когда стоят три детских гробика. А причина смерти в том, что родители в это время пьянствовали, оставили детей самих, ушли к соседям, и в результате возгорания пожара дети погибли. Я никогда не забуду, соответственно, Григориеву Снежану, ребенка, который был оставлен своими родителями, и шесть месяцев ребенок, тело его находилось в закрытой комнате. Суд состоялся, поэтому вердикт был вынесен. Сейчас мать находится в местах лишения свободы. Сегодня в Гомельской области находящимися в социально опасном положении признаны почти 2500 семей. Это примерно 4700 детей. За 10 лет их количество уменьшилось более чем на 30%. Система работы с неблагополучными семьями, созданная в регионе, по результатам прошлого года, имеет лучшие показатели в стране по профилактике социального сиротства. И напоследок, постановка в СОП очень часто помогает выйти из сложной ситуации. В семьи приходят кураторы, которые могут помочь, рассказать, что нужно делать, оказать содействие в решении проблем. Как минимум полгода такую семью пытаются привести в чувство, изменить ситуацию к лучшему. И только когда результата нет, ребенка забирают в приют, не лишая мать и отца родительских прав. Им дается возможность исправить дело, устроиться на работу, пролечиться от алкогольной зависимости, привести в порядок дом. Главное – не упустить этот шанс. Марина Джалая, Валерия Гопанько, Новости недели.